Девушки отдыхают Сейчас уже третья карта между Сигмой и Спидгейминг, кто-то два Чемпионс Лига, полуфинал, игра до трех побед, соответственно это Б5, ну и в общем-то первую карту выиграли очень легко Спидгейминг, во второй карте Сигма показали, что они добрались до полуфинала совсем не рандомно, не случайно и будут бороться, посмотрим что будет в третьей карте, пока обе карты были какими-то в одни ворота, то есть не было сопротивления. Как ни странно, обычно такие вот, если например в одной карте какая-то команда Изи выиграла первую карту, то дальше уже как-то по накатанной что ли, то есть показывает грубо говоря, вот по первой карте я думал Спидгейминг, если уж показали такой результат, то вторую, третью Изи выигрывает и на этом все закончится, но нет. То есть судя по всему, между вот этими командами имеется, ну по скилу они не особо друг другу уступают, а вот если кто-то кого-то перепикал, да, там как-то перемудрил, перехитрил, то в итоге просто раз и 20 минут Изи катка. Клокверка с Мираной забирает себе ребята из Спидгейминг, Фата решил пикнуть пака Элдор Титана, ну пак судя по всему будет медовый, Элдор Титана пока не ясно как будут использовать, все-таки этого героя чаще банят, нежели уже в последнее время пикают, но вот все-таки остался он. Вне банов, забанили как раз таки Визажа плюс Клинкса и ОД на второй стадии. От Сигмы, Спидгейминг, КМочка, Бэйн и теперь надо думать Спидам, Энчантрас. Факен Мэтт очень часто в последнее время на Энчантрас шпилит, ответ сразу же Чен. Такой не самый приятный герой Энчантрас для Чена и походу подумали Сигма, что опять вот Спидгейминг будет Чен, ненавистный, с которым можно легко пушить. Вообще при нынешней доте, да, вот с этими медасами, по идее Чен может утратить свою эффективность. Но с другой стороны, если оппоненты понабрали кучу медасов, то как раз таки с пуш-потенциалом Чена можно очень жестко так сыграть, именно отыграться на этих медасах. Так что тут такая палка на двух концах. Палка с двумя концами. Концы с двумя палками. Ну что-то типа того. Ластбан Трент Протектор против Сигмы. Тут нет ничего удивительного. Обычно это делается даже на первой стадии, но уже перестали настолько часто пикать Сигма Трента. Поэтому его решили все-таки только на второй вспомнить и забанить. Хотя в прошлой карте Спидгейминг взяли этого героя. Что-то как-то не особо он впечатлил. Как по мне, отчасти проиграли из-за вот этого непонятного Трента Протектора. Не к месту пикнутого. Нафиг он им был нужен? Не ясно. Лич. Герой, которого в ближайшие, ну последние вот несколько месяцев после того, как его подняли, банили постоянно. А тут его не то чтобы на первой стадии не забанили. Его даже на второй не забанили. И только на второй стадии пикнули. Чайник там прыгает 10 раз. Сакрифейсы дают экспу. Ну, как-то много всего он получил. И поэтому странно, что его только на второй стадии берут. Но да ладно. Теперь Сигма. Что будут себе брать? Они могут взять, получается, лайфстилера, который отсутствует в бане. Опять же, в пике нет всяких там визажей, которые могут лайфстилера под бедалькой, фамильярами там бомбануть очень жестко. Нет Бэйна, который тоже может мозги выносить. Так, взяли Веномансера. Вот следующим пиком реально могут взять лайфстилера Изи. Но с другой стороны, можно какую-то камбулю с Элдор Титаном придумать. Пак, Веномансер. Давно, кстати, я не видел Нагу. Вот, что-то как-то про Нагу совсем забывают. А ведь это же тоже очень сильный суппорт. Почему Нагу не пикают? Нагу очень жестко понерфили, конечно. Но в плане суппортинга, в плане вот именно как саппорт, она не стала хуже. Она вполне-вполне адекватный такой суппортец. Не знаю, что ее никто не берет. А тем более в комбинацию с Элдор Титаном, по-моему, саппорт самый, что ни на есть крутой. Закидывается трещина минимум по двоим. То есть при любых раскладах, если ты юзаешь сон, как бы там оппоненты не встали, ты по-любому попадешь этой трещиной по двоим. Потому что рейндж очень большой, а провести линию через двух героев, ну вы понимаете, да? То есть это изи. А я уже не говорю о том, что это минимум по двоим. То есть можно еще и зацепить троих, четверых, а то и пятерых. Ну пятерых это уже, конечно, совсем прям идеал. Двоих это минимум. Не знаю, почему Нага не пикается пока, ну не знаю. Может быть Сигма не любит этого героя. Может быть они его еще и возьмут. Так, Скаймак. Ну, давно этого товарища не видел. Решили взять именно его под Клокверка. Очень неплохо там будет заезжать Ультимейт. И Сайленс против Пака, это то, что доктор прописал. Рейндж каста Сайленса довольно большой. Время действия очень долгое. Ну и в общем-то, если Пак попадет под этот Сайленс, живым он вряд ли выберется из него. Так что, ну и тот же, конечно, Пак, купив Даггер, прыгает на Скаймага, дает раскаст и разносит его в дребезги. Это дело такое. Поэтому тут скорее Скаймаг будет больше страдать от Пака, нежели наоборот. Но для этого нужно еще Даггер купить. Абадон. Угу. Ну вот теперь есть герой, который будет снимать эти Сайленсы. Шмайленсы. Подхилить еще можно. Кирыч. Опять бан герокоптера, но в этот раз уже, наверное, обоснован. Этот бан, если в прошлый раз, я помню, его вычеркивали, потому что он, ну вообще там должен был быть какой-то бан МИДа. Забанили Гирыча. Может быть его в МИД, конечно, и пикают, но что-то, чтобы банить, не знаю. Но сейчас нужен кири-герой ребятам из Сигмы. И герокоптер могла вписаться очень даже неплохо. Но ему неплохо вписывается какой-нибудь Венома... Ээээ... Лайфстилер, о. Какой-нибудь лайфстилер. Под Веноманцера. Два замедления диких. Сгрызают. Банится фура от Сигмы. И слово за Пайлайдаем. Что он возьмет? На самом деле, пока еще до конца не ясно, какой герой будет идти в МИД. Два суппорта есть. Лич плюс Скаймаг. Мирана плюс... Ну, керри-герой, естественно. И Клоквер. То есть могут сделать две даблы. Мирану плюс там того же Скаймага. Лича плюс Клокверка. И в МИД отправить что-то там похожее... Что-то похожее, не знаю на что. О, ну вот они берут Лайфстилера. Ну, очень ожидаемый пик со стороны Спидгейминг. Честно, я думал, это могут сделать Сигма. А берут Спидгейминг. Зачем? Не пока понятно. Не пока понятно. Скорее всего, в МИДе будет Лич плюс Лайфстилер. На Хард пойдет Клокверк Соло. А снизу... Мирана плюс Скаймаг. Скай в рот Маг. Вивера себе добирает Сигма. Жучка-паучка. Ну... Им нужен был Керри. Они получили Керри, который очень даже неплохо убивает... Вот как раз таки Лайфстилера. Но... Что будет с Лайнингом у Спидгейминг? Может быть у них все-таки будет обычный МИД... Просто Мирана? Может быть. Сейчас посмотрим. Если не будут ничего мудрить... Вообще, конечно, было бы неплохо отправить против Пака Лайфстилера и Лича. Это был бы просто полный провал для оппонента. Потому что там Пак бы вообще остался без Крипов. Лайфстилер бы его переластхитил. А Лич съедал бы Крипов. И это удавалось бы делать еще проще. То есть загнобить Пака... Изи. А Пак, герой, который нуждается в фаст Экспе какой-то... Золоте. Если его этого лишить, то может бегать потом по карте куском бесполезности. Ну что ж, Этернал Энви. Лайфстилер. Ауи на Личе. Бон Севен Клокверк. Синг-синг Мирана. Пайлайдай на Скаймаге. С крыльями какими-то, походу, нестандартными. Да. Нестандартный такой парень. Сигма. Факен Мэтт. На Веноманстере Мигель Вивер. Сокса Элдер Титан. Паса Бадон Фата. Пак. Мистер Пак. Ну и попросили 2 минуты. Ауи. Чего-то. Можно пинги пока глянуть. Что там есть. Интересного. Так. 230. 230. Ну это у паса 235. Что-то реально большой какой-то пинг. Тут по 200. Ну в общем можно сказать, что сервер одинаково говеный для всех. Кроме Ауи. У него крутой этот. И у Этернал Энви тоже все очень круто по пингу. У одного 90. У второго 122. Этим ребятам вполне хорошо играется. какой-то там, видать, американский сервер. О, вот так вот. Спид гейминг через бакс. Спид. Да, не очень получилось. Можно нарисовать бабочку, как я люблю. Так. Так. О, бабочка. Солнышко. Травка. Да. Мне кажется, у меня талант. Рисовать. Вот что-что. А рисовать я умею. Но дотерские две минуты, конечно, никогда не длятся столько, сколько на самом деле должны длиться. Так что тут тоже привыкать. Пора бы привыкнуть, я бы так сказал. По шматью можно пройтись. У кого какие шмоточки есть. Так, ну-ка вивер. Что-то там у него одето. Какие-то анкомонки. Не фуллсет. Профессионалов. Я думал, там профессиональные дотеры машнят себе фуллсеты. Хотя, с другой стороны, наверное, половина из них просто тупо... Наш матьё болт вложили. Что-то там в доте выпадет. И пусть будет. Так нафиг не надо. Ну да, время у нас на самом деле... На самом деле... Время у нас очень даже не позднее. Я не знаю, почему в организаторы Dota 2 Champions League так поздно, конечно, сделали этот матч. Ну, наверное, потому что раньше нельзя было. Но это, конечно, плохо. Это, конечно, плохо. У нас вчера игра Na'Vi была очень поздно. Люди не могли смотреть. Игра сейчас Speed Gaming против Sigma очень поздно идёт. Но эта игра, наверное, не столь интересна СНГшному зрителю, сколь интересна как раз-таки англоязычной аудитории. Но в любом случае... Те люди, которые хотят смотреть, им не особо приятно в такое время суток. У меня сейчас уже 23.35. Это по Киеву. В Москве на 2 часа больше. То есть получается уже почти 2 часа. Такое себе время. Что? Две минуты же просили. Ребята. Теперь уже fucking mad. Не готов. Какие-то звуки от соседей. Как будто сигнализация заработала. Я думал, в это время уже все спят. 50% slow. Займемся механикой доты. Пока делать нечего. Spell block. Russian block. Каждые 15 секунд. Cooldown 15 секунд. А в описании написано, что 15 секунд каждый. Cooldown тоже написан. Бонус демедж полтинник. Стан 1.65. Ну вот стан у Russian конечно долгий. 1.65 это пипец как много. 50 бонусного демеджа это ерунда. Вот то, что он почти на 2 секунды тебя выводит из строя. Это конечно ППЦ. И шанс вроде всего 15%. Но срабатывает он гораздо чаще. То есть по факту он должен там срабатывать каждый где-то 3-4 удар. 4-5 даже. А срабатывает иногда чуть ли не через удар. Дода будет? Ну зашибись. Пасс АФК. Где тут репорт? Пасс АФК. Ну самое время обмена любезностями. Я люблю ваш блог. Мистер Факен Мэт. А я люблю ваши паузы. Мистеры. Профессиональные дотеры. Эту шутку я, если честно, не понял. Я люблю вашего менеджера. Или, не знаю, с инглишем как это правильно переводится. Но вроде что-то там. Ну да ладно. Так, 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 так. Или это ссылка на шутку от то, что произошло в рамках MLG. Ну да ладно. Ну да ладно. Не важно. Сняли паузу. Побежали своей, походу, все-таки треплой в лес. Или пока еще, может быть, это даже не трепла. Клокверк тоже туда. Но то, что Синг-Синг в миде, это уже стопроцентно. Засеял он тут Мираной. А вот подтянется ли кто-нибудь еще в мид? Ну вряд ли. Пак против Мираны будут, походу, стоять один на один. И под смоками Сигма. Они вот в прошлый раз сделали кучу киллов. И хотят еще раз повторить свой успех. Чего уж. Один раз их прикормили. Почему бы еще раз не подраться? Но в этот раз, кстати, у Спидгейминг возможность подраться гораздо более такая серьезная. Кроме, конечно, Лича, у которого Сакрифейсы изучены. Все-таки Лич подошел в мид. Ну, это не факт, что он здесь останется. Лично мое мнение, было бы неплохо оставить тут Лича. Как я уже и говорил, Мирана плюс Лич могут устроить паку очень и очень плохую жизнь. Либо там не Мирана, а Лайфстиллер плюс Лич. Решили поставить, наверное. Все-таки Мирану в мид, потому что она может гангать. Лайфстиллер гангать-то не особо может. И руны контролить, соответственно. То есть она там Боттл все возьмет. Так, ну вот Лич съел одного крипа. И не уходит пока с линии. Да. Лайфстиллера не отправляет в мид. Потому что Синг-Синг должен поднять там себе фаст Боттл и брать эти всякие руны. Ходить по карте, гангать. Лайфстиллером этого не сделаешь. Но Лайфстиллером было бы проще загнобить, потому что у него 62 дамага. Здесь всего 52. А там 62. Разница, конечно. Очевидно. Переластхитить с таким демаджем изи. А вот с демаджем Мирана переластхитить. Ну, думаю, если Фата будет делать все четко, не получится ничего. Мигель там уже начинает разминать своих оппонентов. Виверок не самый приятный герой против Лайфстиллера. Такой мерзотнейший. Я бы даже сказал. Плюс еще Абадон со своим щитом. И Веномансер, который от Факин Мэда крайне опасен. На топе Сокс со своим ником Перрис каждый раз меня путает. Ну и против него Бон Сейм Клокверк. Бон Сейм на Клокверке. Одно время у него прям получалось отжигать на нем нереально жестко. Вот они вместе с магом врезались в мою память. Как вот самые такие плотные Клокверки. Ну, довольно-таки давно Бон Сейм не отжигал. Именно прям по полной на этом герое. Может быть, сейчас мы это увидим в его исполнении. В миде Синг Синг 4.2 тут 7.0. Лич перетянулся на ботом-лайн. Потому что тут все-таки придется помогать. Веномансеры всякие на ботом-лайне висели. И вот сейчас Веном пополз-пополз в мид. Ну, толку на самом деле не так много. От Веномансера в миде. Ну, попадет он даже гелем в Мирану. Под Тауэр лезть за ней. Учитывая, что здесь есть лип. Идея явно не самая хорошая. Вылетает Бон Сейм. Почему-то паузу ставится очень поздно. Но, благо, ставится. Вот было бы забавно, если бы он начал на какое-то нападение. Они там пошли бы в размен Солдот Титаном по ХП. И из-за этого Бон Сейм отъехал. Так, Рэдди. Ну, это Сигма Рэдди. Бон Сейм на месте. Все ок. Вот, блин, а? Помните времена по первой Доте? Ой-ой-ой, да ладно? Неужели это будет Фрестблат? Еще одна тычка, 38 ХП. И демеджа хватило. Походу, прям под завязку. Тут 60 урона. 38 ХП. Резист у Пака имеется какой-то. Ну да, тут всего 15% физического резиста. Поэтому тычки это и было вполне достаточно. Кто бы мог подумать. Вот так вот Мирана в Соло делает ФБ. Но это, конечно, упущение. Фаты нельзя было так подставляться. Да, там лич, конечно, вначале там Крепа съел, подпортил жизнь. Но это ни в коем случае не оправдывает. От данного Фрестблада, будучи Паком Миране, у которой Дамагата меньше. Ай-яй-яй, фата-фата. Фата хороший мидер, но тоже ошибается. Синг-синг Лев. И вот такая кошка, которую подфидонили, еще заставит пожалеть. Так, Мигель, больно. Ну, под щитом. Под щитом можно и поддерзить. Нормальные вот эти голуби. Всего 70 маны, вроде не так дорого. Понакидывал кучу урона, там прилетает очень знатно. Но мана закончилась у товарища Пайлайдая. Он на втором левеле взял себе... Так, а тут что? У него третий уже имеется, пока ничего не изучает. Сайленс. Если бы он изучил какую-то другую обилку, взял бы там на два Аркан Болт, или как делает Смайлуха, взял бы на два вот этот непонятный конкурсив шот. Сансусив шот. В общем, вы поняли. Это было бы вообще, конечно, провалом полным. Но берет Сайленс. Я надеюсь, что этот Сайленс он все-таки будет максить. Потому что суппортящий Скаймак без макшенного Сайленса, это, по-моему, не ок. Ну, многие дотеры почему-то качают первую. Лично мое мнение, это упущение очень жесткое. Не стоит этого делать. Посмотрим, что будет делать Пайлайдай. Макшен и Сайленс, особенно против Вивера и Пака. Каждая секунда. Да я уже не говорю о том, что там очень такой неслабый дебаф идет в виде понижения магического резиста. Что очень сильно решает. Так, Сайленс, замедление, Фата. Приплыл. Или... Или... Ну, пытался, пытался уйти. До последнего, втроем. Вот если бы было их не трое, убить не удалось бы. Тауэр переагрить тоже не удалось. И в итоге Клокерк отъезжает. Но приятного мало. Мигель. Что-то, по-моему, он сейчас может придумать. Например, с нападением на Лича. Повесили щит. Лич не особо заморачиваясь. Сбивает щит. ХП практически не отняло. Там, наверное, двадцаточку или десятковой двадцаточку. В общем, не отняло вообще ХП. Полностью... Вот, щит полностью эвейдит Фростбласт. Личовский. На данный момент. Тут, считай, получается... Сколько? 200 демеджа. Угу. Да. 200 урона в общей сложности. Ну, приятного мало. В любом случае, по кулдауну прилетает Фростбласт. Еще и Крипов поедает этот Лич. И Юру остается не столько, сколько хотелось бы. Да и, в принципе, какая разница, сколько остается, если у него Крипстат 4.1. По-моему, Сигмы проблемы серьезные наворачиваются. Они уже не первый раз ставят Даблу в Хард с Абадоном. И у них уже не первый раз она проваливается. Но они продолжают это упорно использовать. Фейзы появляются у Мираны и у Клокверка практически одинаково. Практически одновременно. Так, хукшот есть. Нет, нет хукшота. А ведь, по сути-то, апнуть левел догонит? Да ладно! Да ладно! Вы посмотрите на этого Бон Севана! Стоило мне сказать о том, что он на Клокверке там в свое время отжаривал не по-детски. И вот он начинает опять этим заниматься. Но подошел Абадон, разрядил обстановку. Спасает Фату. На ботом лайне принимаются за убийство Ауи. Оба саппорта ТП-Аут. И оба выжили. А теперь остались два керри. Этернал Энви объяснил, что он тут посерьезней и поопасней. Оттеснил Вивера. Пришел Элдер Титан объяснять. Теперь уже Лайфстилеру, что тот не прав. Хотя тут, по-моему, еще непонятно, кто кому что объяснит. Пятый левел. Ну, Опен Ванды промакшены на единицу рейдж. Не знаю, Опен Ванды. С одной стороны, это круто, конечно. Чем выше левел, тем больше рейндж каста. А все остальное это практически и не меняется. Там еще Лайфлич побольше становится. Это так себе аргумент. А, кулдаун падает довольно серьезно. С 24 до 12 секунд, если промаксить. Опять Бон Севен вылетает. Тут у него что-то с интернетом нехорошее. По-моему, вот как-то одно время у Бон Семя с интернетом были. Траблы такие, либо с компом, либо с интернетом он вылетал. Очень часто из Детана. Ну, надеюсь, сейчас пофиксит в ближайшее время. Так. Ага. А вот и максимум ДПС. Еще один выпуск. Кул. Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа Максимум ДПС. И сейчас мы посмотрим, сколько урона может нанести Фантом Ассасим. Ну, пока вы, к сожалению, не можете это посмотреть. Я нажму... Нажму скачать... Эй... Лолу за... Так. И в ближайшее время на канале Нави этот ролик появится. Там будет Фантом Ассасин. Опа Врываются на Факен Мэда Неприятно Факен Мэд точно минус Но тут даже помочь-то некому Вот какой-то один ТП может быть А, понятно, тут на другой части карты Тоже начинается драка Мигель уходит лоу хпшный На хардлайне тоже На хардлайне у Сигмы Тоже такая перепалка Три Элдер Титана против одного Лайфстилера И в принципе Разошлись они Ничья, боевая ничья Скаймак 0-0-1 6-2 ласт хит Вот такой суппорт Пятый левел, максит он все-таки Своих голубей Любит, любит голубей максить Зачем, не знаю Но что-то в этой обилке, видать, есть Что-то в ней есть Если, конечно, Скаймак в замесе Быстро не умирает, то Он много голубей накидает Там кулдаун с 5 секунд до 2 секунд падает Считай, каждые 2 секунды Минимум 120 демаджа Он как бы базовый, да? Плюс еще с интеллекта там Сколько-то добавится И по сути влетает-то прилично У него сколько сейчас интеллекта? 41-43 в общей сложности На 1.6 все это дело, если умножить Ну, примерно там под 60 урона, грубо говоря, будет он получать Это очень и очень-то, в принципе, немало В качестве... Вот оно! А, Роу, залетел! Как же неприятно! Лол? Выжил? Да? Выжил? А все почему? А все почему? Почему-почему-почему-почему? Почему-почему-почему-почему? Потому что Скаймак не промаксил Сайленс Сколько он голубей в него кинул? Очень много голубей кинул Прям вся жопа в голубях Зато Сайленс 1-го левела Против Пака Против Вивера Против которых каждая секунда Сайленса На вес золота А голубями закидывать оказывается важнее Ну, окай Пайлайдаю видней Че лучше? Так, бонсием Бонсием, бонсием Сглазил я его, походу Врывается он на крипов Немножко лопухнулся Уходит Вивер Или не уходит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ну просто перфект Вот-вот-вот Прям перфект Синг-синг Вот он кто тащит Вот он кто тащит 10 минут У него аквила фейзы Боттл прассер Пак покупает Эти Смолки Не от лучшей жизни, конечно Не от хорошей жизни Суппортов, судя по всему Настолько все печально С Энтри опсы Что даже Пак покупает Зачем-то смолки Может это мисклик Не знаю На свои деньги Ну почему бы нет В принципе не так уж Это прямо дорого Если глянуть сейчас на Нетворс 4300 4100 3600 3000 Ну цифры Конечно же в пользу Спидгейминг Экономика 3000 Пэкспе 4500 Где-то Солидно лидирует Спидгейминг Но при этом Сигма Умудряется еще Как-то пушить Ну окей Посмотрим что из этого выйдет Перетягиваются Спидгейминг Так Обработали Неплохо У Лайфстилера Ульта в кулдауне Виномансер порвало Просто вдребезги За секунду Вот он Промакшенный Опенваунс Ну не промакшенный Три единицы изучим В любом случае Рейндж очень хороший Зацепили сокса Порвали его Не дав ничего Вообще сделать Ни Ни копейки Дэмэдж он практически Не внес Пас подошел Ну это игра От паса Я не удивлен Приходить в Замес После того Как он закончился И Еще фидануть Ох уж этот пас Ох уж этот пас Фата под смоками Очень Продуктивные Смолки Я бы сказал Так Перемещается На топ Ну Зато его Никто не видит Учитывая Что на карте Нет вардов У спидгейминг Ну во всяком случае В этой части Да То его Никто не видит Он может быть В этом уверен Так И Ауи Ауи Не знает О том Что тут Во-первых Пак Во-вторых Он на хосте А в-третьих То что сейчас Ауи умрет Об этом он тоже Наверное не знал И в итоге 1-1-1 Кстати Статистика улича Вот первая смерть У него появилась Тоже как бы Что-то же Должно там В свой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Этернал Энви Ну вот Тема хорош Этот Лайфстилер Его убить Крайне сложно Спрятался в крипа Дождался пока Откатит рейдж Вылез Подрубил фейзы И убежал Под рейджом Вот это Бон 7 Сейчас Очень круто Ворвался Тиммейты Ему не помогают Он в соло Расправляется С двумя Саппортами Ну эти два Суппорта Крайне слабенькие Поэтому убить Их на самом деле Особого ума Не требует Ну вот сейчас Двумя голубями Промакшенными Пайлайдай Нормально зарядил Абадону И вот Теперь вроде как Польза от этого Всего есть Но в любом случае Я не приверженец Вот этого Вот непонятного Скилл билда Как по мне Вот Сайленс Все ок Появляется у него Еще ульта С этого Мистик флэра Можно Под когами Раздавить Практически любого Если конечно Двоих зацепить То там Дэмэдж разделится Но Если в одного Войдет 600 дамага То да Вот Пэн ваунс Факин мэт Вот она Ульта Не самая Конечно Хорошая Получилась Не удалось Убить Все На этом Файт заканчивается Почему Лич Просто игнорирует Вообще Что-либо Он тупо Своей команде Не помогает Вшел на топ Крипится Не могу сказать Что у него там Какие-то айтемы есть И левел Я не могу сказать Что ему нужно Поднять Потому что у него Уже восьмой Почти девятый Обычно так делают Для того Чтобы поднять Там шестой Он сейчас ТП себе отменил Ну окей Напал На вивера Но упить его Точно не получится Бонсей Блэдмейлы Себе приобрел Вообще Такие Блэдмейлы До 20 минуты Крайне неприятные На клокверке Хукшотом Не попал Фата Кстати без маны Если бы был Хукшот В цель То тут Фата точно Не выжил Даггер приобретает И было бы это Кстати вдвойне Обидней Если бы Фата сейчас умер Он бы мог Не успеть Купить даггер И пришлось бы Фармить там еще Некоторое время На него Не то чтобы Конечно Много Там за смерть Снимут всего 270 голды Но все таки Приятного Это мало Экономика Перестала расти 5000 Как было таки Осталось По экспе Все таки Вырываются Точнее Укрепляют Свои позиции Спидгейминг Они и так Были впереди Где то около 7000 6500 7000 Где там Абадон Тынь Хех Под абадону Надо где то Конечно Левел Себе Поднять 5й На 16й Минуте 5й Левел Это просто Невероятно Печально Веноманстр В принципе 6й Тоже Очень мало Для 16й Минуты Пойза Нового Не изучено Провалище Полное Пойза Инстинк Взят На 2 Единицы Пойза Инстинк На 2 Единицы Это Неплохо Но То Что Веноманстр Всего 6й Пойза Нового Он не изучил Это Реально Плохо Потому Что Ультимейт Веноманстр Все таки Должен Быть Смоуганги Вот Этих Сигма Прям совсем Никакие Уже В который раз Я вижу Заюзанный Смоуг И никуда Не реализованный Вот Вот Непонятно Но Вот Не такой Дотой Они выиграли Вчера Нави То О чем Говорилось Стабильности У Сигмы Конечно Очень мало В принципе И спидгейминг Тоже Не самые Стабильные Ребята Но Вот Сигма Что-то Прям 9-2 Расклеились До невозможности Как первая Карта Примерно Вот Он Врыв Поймали Сокса Пытается он Уйти Форс Он такой Почти Ушел Правда Там под таким Замедлением Никакие Форстафы Не помогут В это время Мид Пытаются Пропушить У Мигеля Кстати Мидас Но 17-ая минута И кроме Мидаса Ничего Нет Это Не самое Как бы Хорошее Что могло Быть У Вивера Но В любом Случа Если Как-то Затянуть Игру Виверок Своё Выформит 1400 у него Есть Можно Купить Что-то Типа ПТ Линку Я думаю Уже Смысл Фармить Нет Надо Пытаться Покупать БКБ Ну и Дальше Дезоляторы В дэмэдж Уходить Дезоляторы МКБ Всякие Баттерфляи Линкен Фармить Слишком Дорого Уже И Поздно Фата Отсюда Может Не уйти Блинк Ракетка Но Не стал Юзать Хукшот А Лол У него Хукшот Тупо В кулдауне А Тауэр Здесь Денайбл Но Не может Себе Фата Позволить Пытаться Денайть И Уходит Он С Даггера Выжил Фата Но Не выжил Тауэр Из-за Денайти Тоже Не удалось Денежек Все больше И больше Позиции Укрепляют Своим Спидгейминг Нельзя сказать Что ситуация Выходит Прямо Из-под контроля Да Потому что Разница По золоту Не такая Большая Мигель Заставил Что-то Не знаю Этернал Энви Нервы Сдали Походу У него Армлет Парабаны Фейзы То есть В случае Чего Он Нажимает Рейдж И тпшится То есть Не обязательно Было Прям сразу Это делать Там Нет никакого Берст Демеджа Нет никакого Дикого Дикодолгого Сайленса Тем более Что пак Был на топе Он ходил на базу Хилился То есть Пак на него Напасть Чисто физически Не мог Так быстро Я думаю Этернал Энви Это вообще Кстати Один из тех Игроков Которые Которые Контролируют Вообще Все на карте Он Знает Когда Кулдаун Там У оппонента То есть Он контролит Кулдаун Рейвейджа Реверс Полярити У меня Такое Ощущение Что он Даже Знает Когда Шукучи У него Откатят И все Остальное То есть Вплоть до Самых Мелочей Этот Парень Был Один из Самых Первых Кто Начал Вот такие Тайминги Жесткие Прям писать Своим Тиммейтам Это Очень Сильно Помогает Когда Ты Знаешь Когда Там Вплоть до Секунды Выпадет Аегис Когда Там Будет Откатан Какой-либо Ультимейт Это Очень Сильно Иногда Помогает Я думаю Этернал Энви Видел Вот Этого Пака Отступившего На базу А все Остальные Сделать Ему Вообще Ничего Не Могут Не Знаю Отчем Так Ушел Ну Да Ладно Энви Судя По всему Настроен Убивать Боится Конечно Пайлай Дай Замедление Не Юз Вот Он Сайленс Эх Ну Вот Ультимейт Конечно Ушел Вообще В никуда Чайник Ой Бомбануло Как же Жестко Там Бомбануло Подхилило Немного За счет Ультимейта Апэдона Мирана Оу Где Где А Тут В миде Бон 7 Не Расслабляется Там Виноманцер Походу Расслабился И Объяснили Ему Что Нельзя Энви Тоже Делает Фраг Пас Уйдет Голуби Тут у него Долетели Но В любом Случа Жить Будет Ох Ох 13 2 Уже 7 С Половиной Тысяч Да Уж Под Армалетом Под Рейджом Плюхи Залетают Очень Неприятные Ров Крипа Попадает Хукшот У Клакверка Откатил Он же Только Что Вроде Убивал Неужели Не тратил Хукшот Или Уже 50 Секунд Прошло Так Хукшот Опять Не Самый Хороший Форс И В итоге Потратил Форс На Виномансера Сам Остается Без Этого Форса Бладмейлы И Просто Брависсимо Мистер Сокс Прокастовывается Что у него Было Но окей Клакверка Хотя бы Забрали По сути Размен Получился Но Кастовать В оппонента Под Бладмейлами Идейка Была Не лучшая Но С другой Стороны Может быть Хотя бы Продамажил Так Получается Убить Не думаю Что там Отпустили бы Сокса Но Все равно Я являюсь каким то таким человеком Многие просто люди Чисто из там Каких то личных Побуждений Могут хейтить Того или иного Игрока Не важно Как он там Плохо играет Или хорошо У меня такого нет Мне просто реально Не нравится Как играет Сокс У него есть По моему Несколько персонажей На которых Он норм Отыгрывает Но вот Элдер Титан И вообще В принципе Его пул героев Очень маленький Он очень плохо Играет на 80% Тех героев Которых ему берут Умирана Опять с дабл дэмэджем Ну и лич тут Чайник его не пожалел Синг-синг по моему Сегодня всеми стрелами Попадает Практически ничего Он мимо не запускает Либо в крипа Либо в героя Вот так вот Его прошлая стрела По моему крипа Зацепила Так вот И тот же самый пас Но вот Абадон Ну с другой стороны Опять же Что Абадон мог сделать Стоит себе на харде То есть на Абадоне Сыграть плохо Наверное Практически нереально В силу того Что твоя задача на линии Это вешать щит Хилить Все Больше ты ничего не можешь Ты не можешь бить Ты не можешь харасить Только можешь занимать Какую-то позицию Для того чтобы Повесить щит И все В целом По игре Конечно Как двигаться И что делать Персональный скилл У паса Тоже как по мне Личный скилл Очень низок Вот Вот этим двум Дружаням Причем они могут Лучше играть Я уверен Ну потому что Дотер это с довольно Большим стажем Ооо Пас Пас Перис Сокс Черт тебя поделись С твоим никнеймом Порвали его В дребезги Рогатка Выпала из кармана Там такая рогатка В карман точно не влезет Из-за пазухи Мирана приобретает Себе манту Пауэр 3D тайминговые На 24 минуте И персик Ну это Все Это провал Мигель берет Персиференс Вместо БКБ Все Можно писать ГГ Линкен Он купит Тогда когда у них Упадет трон Если Сравнивать сейчас Линкен с БКБ То Разница колоссальная То ли ты 5 тысяч Практически 200 потратишь То ли ты Потратишь 4 тысячи На штуку 200 разница При том что Как бы Вот этот Линкен Собирается через Ультимейторп Который стоит 200 А самый дорогой Компонент В БКБ Это Митрилхаммер Да там 1600 Тот же Оггерклаб Который ты покупаешь За тысячу Очень полезен Дает тебе ХП Митрилхаммер Даст тебе Дамага Что тоже Неплохо Ну персик Конечно Бесспорно Тоже регенерация ХП МП ХП реген Не особо ему нужен В основном Мана реген Чтоб шикучи Почаще Юзать Перемещаться По карте Вот Чтоб можно было Себе позволить Такое Но сам по себе Линкен Я не верю В то что От него будет польза Появляется Орчат у Клокверка Бон Севен Как всегда Показывает Стронгноту Кстати 6 килов Из 16 Уже из 17 Провтыкал я Убийство Вивера Судя по всему Мирана попала Стрелой Потому что По другому Убить Вивера Не получилось бы Да Синг Синг Там зарядил По любому Леща Пятибального А Абадон Не успел Подойти на помощь Ну Хотя бы не умер Обычно Абадон Не успевает Прийти на помощь Еще и умирает Вдобавок Ко всему Но здесь Хоть что там Тяжело приходится Сигме Конечно Хотелось бы Что-то сказать В пользу Данной команды Но надо Сейчас просто Тупо Даже сказать нечего Факен Мэт Который играет На Веномансере Очень круто Но Пикнуть Веномансер Вообще не в тему Но вот Кого здесь убивать На харде Против триплы Убивать С Абадоном Вивером Не самая Хорошая идея Потому что Вивер Лоу хпшный Герой Мало хп у него И там Просто Понюку В него Заряжают И убивают Лайстилера Не убьешь Он слишком толстый Скаймак Стоит сзади Пока я тут Развожу Аналитику Бон 7 Находит И вырезает За счет Орчада Пака Вот она Реализация Орчада Ну в общем Уже все Тут понятно Пик Веномансера В пустоту Факен Мэт Очень круто На нем Отыгрывает Но Смысл Смысл Никакой Против тех героев Которые имеются У спидгейминг Этим Веномансером Ничего Не сделаешь Просто Ничего Даже не против героев А против линий Которые были Расставлены Самой Сигмой В мид Приходить Гангать Мирану Ну Мирана Тоже Слипом Как ее Гангать Можно было Приходить На топ Клокверку Жизнь Бортить Вот это Вариант Еще более Менее Адекватный Мог бы быть Элдер Титан Плюс Веномансер Могли бы Убить Клокверка Но почему То этого Не было А вот Если бы Вместо Веномансера Пикнули бы Нагу В комбинацию К Элдер Титана Вот тогда Я бы посмотрел На спидгейминг Насколько Было бы им Тяжко А этот Веном Узелас Писов Щит Вот так Ладно Хватит Аналитики Надо уже Повнимательнее Что я уже Последние Три фрага Тупо Не показал Забрали Вивера И ГГ пишет Фата Ну Может быть Поздновато Я сподхватился Игра закончилась 27 минут Ну слушайте У нас сегодня Игры Больше 30 минут Не длятся Вот максимально Было 28 минут 19 на 3 И как бы Сигма Наверное Опять же Понимали Что Уже ловить Нечего Минуты Так С 20 Но в любом Случае Пытались Пытались Как-то Перевернуть Может быть Там Вивер Чего-то Нафармил Но нет 2-1 Сигма Вновь Впереди И посмотрим Чем им ответят Извиняюсь Спидгейминг Вновь впереди Посмотрим Чем ответят Им Сигма Две Эти команды Созвучные